Реал-тайм сообщения Реал-тайм сообщения Речь идет про технологию, которая позволяет доставлять сообщения пользователю так быстро, насколько это возможно, то есть практически в момент его возникновения Примеры использования, то есть где эта тема вообще актуальна Первый и самый естественный пример это разного рода чаты и системы обмена сообщениями, то есть мессенджеры Мессенджеры вообще начались с классических клиентских приложений вроде ICQ, либо Skype Но постепенно у всех систем, у всех мессенджернговых систем возникли веб-интерфейсы То есть веб-приложение также должно являться клиентом к системе обмена сообщений Здесь требование реал-тайма, оно вполне понятно То есть все хотят получить сообщение, как только вы его отправили Отображение разного рода котировок, слежение за графиками, за какими-то показателями Для большого количества пользователей, если люди следят за какими-то числами, им желательно узнавать о изменениях этих чисел также в реальном времени Разного рода прямые трансляции, текстовые, либо другие виды трансляций То есть примерно так, как это сделано в Твиттере Вы можете следить за каким-то событием, например за матчем И у вас по мере возникновения всяких ситуаций в игре будут без обновления веб-странички Вы будете сразу получать уведомления Разного рода уведомления Ну, назовем их так, в общем, пуш-уведомления В некоторых случаях приложению просто нужно уведомить пользователя какой-то информации То есть внутренние сообщения, специфичные для какого-то конкретного приложения К ним бывает тоже иногда требование, что нужно это сделать как можно быстрее И в конце концов сетевой обмен в играх Большинство клиентских игр сейчас, конечно, пишется с использованием Flash-технологии И там используются обычные сокеты, прямой доступ Но, в принципе, современные браузеры позволяют писать игры с использованием HTML и JavaScript И для таких игр, которые написаны на HTML и JavaScript Требуется организовать обмен данными сервером Причем, если эта игра не пошаговая, то обмен данными должен происходить в реальном времени Вот примеры, когда нам может понадобиться доставка сообщений пользователю в реальном времени Теперь давайте посмотрим, как это выглядит, просто чтобы понимать У нас есть наше приложение В нашем случае приложение размещено на некоторых серверах Здесь мы разделили приложение на два сервера По факту это две роли, они могут находиться на одной машине, это не столь важно Application Server выполняет основную бизнес-логику вашего приложения И появляется еще один дополнительный сервер, который занимается доставкой сообщений В чем вообще проблема? Зачем он нужен? Почему не обойтись обычным application сервером и не решать проблему, как все остальные веб-разработки? Дело в том, что протокол HTTP подразумевает работу по принципу запрос-ответ То есть, пока клиент не осуществит запрос к серверу, он не узнает про какой-то результат Соответственно, вот это ключевая проблема, которую мы попытаемся сегодня решить В случае доставки сообщений обычно выделяют следующие роли Существует какой-то инициатор, то есть, либо клиент, либо какая-то фоновая активность Которая инициирует, создает первоначальное событие Например, отправляет сообщение Как правило, это сводится к некоторому вызову на application сервере То есть, делается вызов, например, Ajax Application Server проверяет всю необходимую логику Там доступ, записывает сообщение в базу данных, чтобы не потерялось После чего необходимо доставить сообщение конкретным пользователям Для того, чтобы сообщение было доставлено как можно быстрее У пользователей, пользователи должны его ожидать То есть, если пользователь не ожидает, а классическое веб-приложение, в общем, ничего не ожидает Кроме реакции самого пользователя То сообщение не придет в реал-тайме Что значит ожидать? Это значит, что должно быть некоторое постоянное соединение Или что-то похожее от сервера ко всем нашим потенциальным получателям И в момент возникновения этого сообщения Оно через уже установленное сетевое соединение будет передано клиенту Вот такую систему мы хотим сделать Какие есть варианты решения? То есть, что можно сделать? Начнем с на самом деле не решения Но тем не менее мы его тоже рассмотрим Как можно обойти эту проблему? Первый вариант решения это так называемый полинг Полинг это периодический опрос сервера Это означает, что клиент, который хочет получить сообщение Ну, в данном случае вот один из этих двух Делает запросы на сервер, периодически То есть, грубо говоря, каждые 5 секунд спрашивают А не пришло новых сообщений? А не пришло новых сообщений? И так до бесконечности Второй вариант Так называемая технология COMET Это модификация первого варианта, но с долгоживущими запросами В этом случае клиент будет получать сообщение в тот момент Когда они действительно ему пришли А не тогда, когда он за ними обратился Сервер Push Это модификация Модификация варианта LongPoling Модификация варианта COMET Она отличается механизмом, каким это реализовано в браузере И, наконец, протокол WebSocket Это отдельный протокол, про который мы поговорим сегодня Он предоставляет возможность открыть полноценное полнодуплексное соединение из JavaScript И, соответственно, отправлять по нему данные так же, как по обычному TCP соединению Итак, рассмотрим первый вариант решения нашей проблемы Это polling Как я уже говорил, polling это просто периодический опрос сервера То есть, если у нас есть какой-то клиент И есть веб-сервер На котором могут происходить некоторые события То есть, появляться новые сообщения для пользователя Клиент периодически делает запросы То есть, клиент делает обычный HTTP-запрос Ну, скорее всего, это AJAX Потому что мы не хотим обновлять страницу Мы хотим просто проверить наличие новых сообщений Веб-сервер смотрит, например, по базе данных Не появилось ли новых сообщений И возвращает пользователю ответ Если сообщение не пришло Например, можно вернуть код ответа 204 Не зря же его придумали 204 no content То есть, ответ успешный, но данных никаких нет Веб-клиент получает Этот ответ ждет 5 секунд и повторяет запрос Если в какой-то момент времени на сервере появляется сообщение Для клиента То при последующем запросе Веб-сервер о нем узнает И вернет это сообщение с кодом 200 Клиент получит свое сообщение Давайте посмотрим, как такой подход можно реализовать на клиенте и на сервере Начнем с клиента Здесь мы видим код на языке JavaScript Про JavaScript мы вообще ничего не говорили Поэтому я постараюсь объяснить подробнее Во-первых, начнем вот с этого вызова SetInterval Это вызов функции В setInterval передается два аргумента Первое Это некоторая функция Вот она начинается Вот здесь она заканчивается И второе Это, собственно говоря, число в миллисекундах Интервал Функция setInterval Будет запускать указанную функцию Ну вот, нашу, которую мы внутри написали Каждое, соответственно, указанное число миллисекунд То есть, в нашем случае этот код, который находится внутри функции Будет выполняться раз в пять секунд До тех пор, пока пользователь не закроет страничку Что делает этот код? Здесь код с использованием библиотеки jQuery Если вспомнить, что мы говорили про Про ягд запроса То этот код делает Get запрос На вот этот указанный URL GetMessages То есть, запрос на получение сообщений При этом передаются параметры запроса Некоторые channel ID И некоторый параметр Synth Что это за параметры? Начнем с понятия channel ID Практически во всех системах реалтайма При подключении клиент должен указать Какой канал он слушает Что такое канал? Канал это некоторая очередь First in, first out С сообщениями На сервере может находиться несколько каналов Например, несколько разных чатов по разным темам Каналы могут быть разного вида Например, только для одного пользователя Либо для многих пользователей Тогда сообщение доставляется каждому из них Так или иначе, мы при подключении должны указать номер канала В нашем случае Номер канала это просто число Из этого есть следствие Что каналы у нас фактически публичные То есть, они не обеспечивают защиты Соответственно, через такой способ доставки Нельзя передавать Например, личные сообщения Потому что кто угодно может подобрать номер канала И прочитать чужие сообщения Как вариант Вместо указания channel Сервер может ориентироваться на авторизационные куки То есть, на сессию пользователя В таком случае мы получим разделение по частным сообщениям Итак, то есть, channel ID Это некоторое число, которое показывает Из какой комнаты Из какой очереди мы хотим получать сообщение Зависит от типа приложения Которое мы используем Если это чаты, то это номер комнаты Если у нас личные сообщения То вместо channel ID будет использоваться Либо какой-то секретный токен Либо просто авторизационная сессионная кука Что происходит При успешном выполнении При успешном выполнении у нас появляется переменная resp Мы предполагаем, что это json И в json есть свойство messages Если этого свойства нет Либо если это массив нулевой длины То мы просто выходим И на этой итерации ничего не делаем Однако, если это свойство есть То очевидно, что там сообщения Мы их обрабатываем То есть, вызываем некоторую функцию handle message Здесь все зависит от бизнес логики То есть, возможно, их нужно куда-то дописать Эти сообщения Показать пользователю Все что угодно И теперь параметр sins Что такое Зачем нужен параметр sins В параметре sins указывается Тот идентификатор сообщений Который мы уже получили Представьте, что у нас Ну вот так вот Шкала времени Вверх Вот тут находится сообщение Это момент возникновения сообщений Допустим Вот в этот момент произошло Обращение пользователя Сервер ему вернул вот это сообщение Следующее обращение Сервер должен знать Какие сообщения пользователю вернуть Точнее, даже лучше не так нарисуем Лучше нарисуем Чтобы чуть посложнее было Что следующее обращение Произошло вот здесь Какие сообщения нужно вернуть пользователю То есть Одно предыдущее Два предыдущих Или три предыдущих То есть, сервер должен знать Какие сообщения пользователь уже получил Для этого используется параметр SINCE, то есть в параметре SINCE фактически передается идентификатор, начиная с какого сообщения нужно получать. Вот, в общем-то, вся логика. Давайте еще раз вкратце повторим. Вызов SET INTERVAL просто позволяет запускать нам некоторый код каждые 5 секунд. Мы 5 секунд показали. Собственно говоря, код заключается в том, что выполняется AJAX-запрос на определенный URL, и результат этого AJAX-запроса обрабатывается, если в нем какие-то данные есть. Как мы говорили, периодические запросы. Как полинг может быть реализован на сервере? Для сервера полинг-запросы – это, в принципе, обычный AJAX-запросы. То есть у нас есть некоторая вьюшка в нашем случае. Вьюшка при обращении что делает? Извлекает параметры идентификатор канала и параметр SINCE. И делает запрос к таблице с сообщениями. Мы предполагаем, что у нас сообщения все хранятся, скажем, в одной таблице. Но это условность, конечно. Фильтрация по нужному каналу и фильтрация, что идентификатор сообщения больше, чем параметр SINCE. Сортировка, соответственно, по убыванию идентификатора. То есть данный запрос вернет все сообщения, которые старше, чем SINCE. принадлежат указанному каналу в порядке их возрастания. То есть сначала последние. Но здесь можно, в зависимости от вашего желания, другой порядок сортировки использовать. Сначала более старые, сначала более новые, как вам угодно. Смотрите, MESSAGES в нашем случае это QUERY SET. Нам нужно получить конкретные данные. Что мы делаем? Мы пишем вот такую конструкцию. Что эта конструкция означает? Она нетривиальная немножко. Она создает новый массив, который состоит из элементов. Из элементов такого вида. То есть мы берем каждое сообщение из исходного QUERY SET, то есть проходимся по QUERY SET, а это вызовет запрос в базу данных. И для каждого сообщения, для каждого объекта, вот M это модель, экземпляр модели MESSAGE. Для каждого этого экземпляра мы заменяем его на вызов некоторой функции SDATA. Но предполагается, что в модели у нас есть функция SDATA, которая преобразует модель в какое-то там представление, подходящее для JSON. После чего мы отдаем просто AJAX ответ с этими полученными загруженными сообщениями. Если вот эта вот вещь незнакома, про нее можно посмотреть в предыдущем уроке про AJAX. Все довольно просто. То есть реализация практически вот в 20 строчках. Однако у технологии Poling довольно много недостатков. Давайте сначала начнем с достоинств. В чем плюсы такой технологии? Во-первых, это простота и надежность реализации. Мы не использовали никаких новых технологий, уже имеющихся наверняка в нашем приложении JavaScript. И просто добавили еще одну вьюшку. Поэтому реализовать Poling можно буквально в течение нескольких десятков минут. Не требуется никакого дополнительного программного обеспечения. То есть мы используем наш application server, USGuy плюс Django, и все. Однако, есть существенные отрицательные моменты. Во-первых, сообщение приходит с задержкой до какого-то числа секунд. Но поскольку клиент проверяет сообщение раз в 5 секунд, то задержка может составлять до 5 секунд. Если будет проверять раз в 10 секунд, будет задержка до 10 секунд. В некоторых случаях это просто неприемлемо. Например, с играми, либо при организации чата. В некоторых случаях это терпимо. Что существенно хуже, с технической точки зрения, это избыточное количество запросов. Дело в том, что каждый клиент фактически постоянно нагружает ваш сервер. Если у вас, ну, есть такой параметр CCU, Concurrent Users. Если вашим приложением пользуются одновременно, допустим, 20 тысяч пользователей. Ну, или 5, там, 10 тысяч пользователей. 10 тысяч пользователей, это, в принципе, такого среднего размера, даже, скорее, небольшой сайт. То есть, средненькое интернет-приложение. Веб-приложение. И, допустим, каждый пользователь будет загружать, делать запрос раз в 5 секунд. Соответственно, делим 10 тысяч на 5, получаем 2 тысячи запросов в секунду. Будут исключительно на проверку сообщений. Причем, что, скорее всего, пользователи не будут отправлять такой большой объем сообщений. То есть, большинство запросов будут ходить впустую. В принципе, наш обработчик, наша вьюшка, она довольно простая. То есть, она не делает никаких сложных вычислений. Запрос в базу наверняка тоже относительно простой. Но 2 тысячи запросов – это много. То есть, для такой аудитории 2 тысячи запросов – это много. Соответственно, избыточная нагрузка ограничивает нас по количеству пользователей, которые мы можем одновременно обслуживать. То есть, с технологией полинг нельзя, на самом деле, обслуживать большое количество пользователей. Однако, тем не менее, вот эта технология, у нее есть своя ниша, ее можно применять. Хороший пример – это текстовые трансляции. Например, у вас есть какая-то страница с описанием матча, ну, футбольный матч. Если матч идет, то на сайте можно организовать текстовую трансляцию. Вряд ли большое количество людей смотрит одновременно эту страницу. То есть, ну, как раз те самые могут 10 тысяч быть при большой аудитории всего сайта. На одной странице сидит немножко людей. И, в принципе, полинг может вытянуть, вполне может вытянуть данные запроса. Особенно, если их есть возможность закэшировать. Но для обмена личными сообщениями, либо там для организации какого-то игрового взаимодействия, такая технология, конечно, не подходит. Одним из решений проблемы вот этого шквала запросов при полинге является то, что сервер не будет отвечать до тех пор, пока у него не появятся данные. То есть, каждый клиент при полинге делает запрос и практически сразу получает ответ. Либо с данными, либо без них. Технология комет, комета, как ее называют, она же лонг полинг, предусматривает другой подход. В технологии комет сервер не отвечает пользователю до тех пор, пока у него не появятся данные. Рассмотрим это на схеме. Вот у нас есть веб-клиент, например, браузер. Он делает в HTTP запрос. В нашем случае это AJAX запрос по URL messages. Сервер принимает запрос, но не отдает ничего. То есть, он просто делает вид, что очень долго думает. В браузере, в протоколе HTTP таймауты довольно большие, и браузер может ожидать вполне нормально, может ожидать несколько минут. В какой-то момент времени на сервере происходит событие, то есть, пользователю приходит сообщение. Как только произошло сообщение, сервер сразу отдает ответ с этим сообщением. То есть, между приходом сообщения и тем моментом, когда оно окажется у пользователя, проходит минимально возможное время. Ну, то есть, сколько серверу нужно для того, чтобы переслать ответ по сети. Пользователь получает сообщение и повторяет свой запрос. Вот здесь проходит тоже минимально возможное время. Там столько, сколько нужно, чтобы отработал JavaScript. Ну и плюс, чтобы текст поместился на картинке. Итак, что мы видим? Мы видим, что в нашем случае пользователь отправляет запросы не раз в 5 секунд, а раз в значительно больший интервал времени. То есть, он отправляет запросы, ждет до тех пор, пока не придет сообщение. На практике есть лимит. То есть, в Комет-сервере на самом деле не всегда будет дождаться сообщения. У него есть там максимальный тайм-аут, например, 1-2 минуты. И в прошествии 1 или 2 минут он все-таки ответит клиенту без каких-либо сообщений. Ну, соответственно, клиент все равно повторит запрос. То есть, получается тот же самый полинг, только количество запросов значительно меньше. С точки зрения клиента практически ничего не поменялось. Мы можем посмотреть, как реализуется соединение с Комет-сервером на стороне клиента вот на этом слайде. Он очень похож на реализацию полинг, но есть одно отличие. Смотрите, здесь на этом сниппете нет функции setInterval. То есть, нет четкого вызова по расписанию. Вместо этого есть функция getComet, функция getComet, которая должна загрузить, получить с сервера сообщения. Что находится внутри этой функции? Ну, во-первых, осуществляется AJAG-запрос. AJAG-запрос осуществляется практически такой же. Здесь не указывается параметр SINCE, ну, потому что Комет-сервера обычно сами это учитывают. Либо, ну, еще потому что за время обработки сообщения вряд ли может прийти там одно дополнительное. Но, в принципе, здесь тоже может быть параметр SINCE. Это никакой особой роли не играет. Итак, AJAG-запрос точно такой же, как и при полинге. Однако, что происходит? У нас есть два обработчика. Один обработчик успешного ответа, то есть, когда сервер что-то ответил, у нас есть респонс, в респонсе есть поле месседжес. То есть, мы предполагаем, что данные тоже передаются в JSON, поэтому мы просто прочитаем поле месседжес. И далее важный момент. Когда мы обработали сообщения, мы заново вызываем самих себя. То есть, функция getComet, она как бы рекурсивная. В конце своей работы, она вызывает себя заново, и AJAG-запрос повторяется. Соответственно, обработчик ошибки, HTTP ошибки, он состоит примерно из того же. То есть, он заново вызывает функцию getComet, но вызывает ее несколько по-другому, в отложенном виде. Если у нас произошла какая-то ошибка, то, скорее всего, в ближайшее время сервер тоже не ответит. Ему нужно дать какое-то время на исправление ситуации. Поэтому мы повторяем вызов getComet, но с помощью функции setTimeout мы откладываем вызов на 10 секунд. Вот и все. То есть, функция getComet AJAX загружает данные сервера, и в конце своего выполнения вызывает себя еще раз. Пока страница загружена, эта функция будет себя вызывать. Но интервалы между вызовами, они определяются тем, сколько времени будет отвечать, собственно говоря, комет сервер. Почему я сказал как бы рекурсивное? Потому что, на самом деле, вот эти вызовы, они происходят немножко в другом контексте. То есть, это коллбеки. И на самом деле рекурсии не происходят. То есть, это не чистая рекурсия, это просто выглядит как рекурсия. Поэтому такой вызов стэк вам в JavaScript не переполнит. Что здесь еще можно сказать? Ну, вот это число, время ошибки у нас здесь, оно фиксировано, сколько нужно ждать после ошибки. На практике это число делают увеличивающимся, чтобы не перегружать комет сервера. Ну, вот, в общем-то, и все. Однако, то есть, реализация на клиенте тоже простая и от полинга не сильно отличается. Однако, ситуация на сервере отличается критическим образом. Дело в том, что мы не можем обслуживать запросы к комете с помощью нашего обычного Application Server. Ну, под обычным мы подразумеваем что-то, например, Django в USG режиме, либо что-то аналогичное ему. То есть, это веб-сервер, который поддерживает какое-то ограниченное количество потоков либо процессов воркеров рабочих. В чем проблема? Дело в том, что на каждого клиента, который находится на сайте, то есть, на каждого пользователя онлайн, у нас приходится один запрос. Поскольку этот запрос не отвечает до тех пор, пока пользователь не получит сообщение, то есть, на каждого клиента у нас приходится одно открытое сетевое соединение. Если бы мы использовали режим Prefork, то на каждого пользователя у нас бы приходился один обработчик. То есть, при аудитории в 10 тысяч нам потребовалось 10 тысяч процессов нашего Application Server только для того, чтобы реализовать комету. Ну и как следствие, 10 тысяч потоков в базе данных, что тоже плохо. Поэтому Comet Server, он и на диаграмме был обозначен не как Web Server, а как Comet Server, это сервер, который работает по другой схеме. Как мы говорили в начале, для того, чтобы параллельно держать открытым большое количество соединений, нам нужен сервер, работающий по Event-модели. Например, таким сервером может являться Nginx. Nginx сам не предоставляет по умолчанию функционал Comet Server, но для него есть специальный модуль ModPush. Это довольно простой в использовании модуль, который позволяет добавить к Nginx функционал Comet Server. Поэтому я предлагаю посмотреть, как реализован Comet Server именно с использованием данных технологий Nginx и ModPush. Во-первых, вам нужно получить Nginx, собранный с этим сервером. Как правило, если вы устанавливаете под Debian, пакет будет называться Nginx Extra. Ну и в других Unix-системах тоже. Extra означает, что дополнительные модули в нем будут. Либо собрать Nginx самостоятельно. Итак, для того, чтобы реализовать функционал Comet Server в Nginx нужно прописать два location. Location Listen и Location Publish. Location Listen это тот location, к которому будут подключаться пользователи. В нашем случае он назывался Messages. Немножко несогласованное название. Messages. Что указано внутри этого Location? Начнем с самого простого. Content Type указан. то есть мы указываем, что Location Messages будет отдаваться с Content Type JSON. Указано откуда брать номер канала. То есть мы говорили, что при таких вот соединениях Real Time сообщениях, когда клиент подключается, он должен указать из какого канала он будет подключать сообщение. Данная конструкция устанавливает переменную PushChannelId. Эта переменная используется самим ModPush в значение аргумента ArcSeed. ArcSeed это то, что было передано в GetParametra Seed. То есть если в GetParametra Seed было передано 3, то вот эта инструкция она запишет вот сюда вот число 3 и ModPush будет знать, что у нас третий канал. Далее опция Publish Subscriber Concurrency Broadcast означает, что к этому каналу может подключиться несколько человек и сообщения будут отправляться всем. То есть это Broadcast. То есть данная схема реализует собой чат, чат-комнату. Один пишет, все получают. Есть другие варианты, когда сообщение будет доставляться только одному, либо первому попавшемуся, либо вообще можно ограничить количество подключившихся до одного. И самая важная опция Push Subscriber. Эта опция она как раз включает работу модуля ModPush. То есть это не настройка Nginx, это настройка самого модуля. Она говорит о том, что к данному локейшену будут подключаться пользователи, которые ожидают получить реал-тайм сообщение. Второй локейшен Publish нужен для нас самих. То есть это локейшен, через который мы будем отправлять сообщение. Здесь также указывается из какого аргумента брать номер канала. Также аргумент сид используется. Указывается, что мы не хотим хранить сообщение. То есть если пользователь в данный момент не был подключен, то сообщение он вообще не получит. Мы считаем, что он был оффлайне. Указываем, что данный локейшен используется для отправки сообщений. То есть нижний лисен для получения, а верхний с опцией Push Publisher для отправки. И важное ограничение разрешить запросы с локальной машины запретить от всех остальных сторон. То есть это ограничение нужно для того, чтобы кто попал и не мог отправить кому попало сообщение. Схема работы следующая. Если вспомним самую первую нашу схему, то вот этот сервер это будет inginx плюс modpush вот сюда на локейшен на локейшен лисен лисен подключаются клиенты а вот сюда на локейшен паблиш наш аппликейшен сервер будет отправлять сообщение. вот так у нас появился дополнительный comet сервер. Итак, после того, как мы установили inginx соответствующим образом его настроили, нам остается только дописать логику отправки сообщений через comet сервер. Это делается вполне легко с помощью языка python. Смотрите, у нас здесь есть вьюшка, которая отправляет сообщения. Что мы делаем? Мы получаем из в данном случае из get параметров, хотя правильнее было бы пост использовать, я извиняюсь, мы получаем кому отправлять, то есть идентификатор каналов, которые отправлять и собственно текст сообщения. Вот по поводу идентификаторов каналов, это полностью на ответственности веб-разработчика, то есть вы как разработчик приложения должны сами определить так, чтобы ваши клиенты знали про номер канала. Например, когда он заходит на страничку с чатом, на этой страничке должен быть где-то выведен номер канала для текущего чата, чтобы все клиенты знали, в каком чате они находятся. окей, мы получили текст и номер канала, дальше формируем URL, по которому мы будем записывать, то есть location publish у нас используется, мы используем 127.0.0.1 host, то есть мы попытаемся сделать HTTP запрос к comment серверу, который находится на нашей же машине, то есть рядом с нами. Тело сообщения мы сформируем с помощью модуля JSON. То есть вот у нас есть некоторая структура messages и состоит из массива с текстом. Формат сообщений тоже полностью на ответственности веб-разработчика, то есть технология COMET позволяет вам передавать в принципе любые данные, хоть plaintext. Здесь вы должны договориться с фронт-энд разработчиком о том, в каком виде будут приходить данные от из COMET. Я предлагаю использовать JSON как наиболее простой и удобный способ. Мы получили URL, BUDY и мы делаем новый запрос. Запрос делается с помощью библиотеки URL LIP. Вот создается объект запроса с помощью функции URL OPEN он отправляется и мы получаем респонс. Если респонс успешный, то есть наш COMET сервер ответил нам 200, повторюсь, что вот это наш аппликейшн сервер публикует, то есть он обращается к локейшну паблиш для отправки сообщения. Если он нам ответил 200, то мы возвращаем клиентам тоже успешное сообщение. Если произошла ошибка, ну мы каким-то образом формируем, отправляем ошибку. В чем здесь нюанс? То есть с виду вот эта вьюшка ничего полезного не делает. да, это так, но на практике здесь наверняка будет проверка прав доступа, здесь наверняка это сообщение помимо кометы будет записано еще в базу данных, наверняка оно будет очищено, проверено, будет определено кому отправлять, то есть в этой вьюшке появятся дополнительные вызовы. В чем здесь важный момент архитектурный? Вызов вот этот вызов отправка в комет сервер он может быть долгим. Это исключительно из-за архитектуры конкретного модуля мод push. На практике для того чтобы ну что значит долгим? Это значит что тот кто вызвал данную вьюшку он также будет ждать. То есть клиент который из браузера вызывает эту вьюшку он ждет пока вьюшка обратится к комет серверу комет сервер ждет пока сообщение будет доставлено до адресата. На практике где-то на пути между вот этой вьюшкой и комет сервером вставляют очередь. То есть обмениваются данными не напрямую а через очередь. Это позволяет данной вьюшке отвечать быстро. Но это уже такой архитектурный момент. В некоторых комет серверах очередь встроена внутрь сервера. Такое тоже возможно. вот в общем-то все по поводу реализации комет сервера. Теперь давайте посмотрим на плюсы и минусы технологии в целом. Надо сказать, что технология комет сейчас используется довольно активно. По крайней мере популярные социальные сети работают с помощью нее. Именно ВКонтакте, Мир про одноклассников я не знаю. Но ВКонтакте Мир точно использует комету для доставки реал-тайм сообщений. Это говорит про работоспособность технологии. В чем ее плюс? Плюс поддержка всеми браузерами. С точки зрения браузера комета это просто аяк запрос который долго выполняется. Естественно что аяк запросы на сегодняшний день умеют делать практически все браузеры. В силу того, что используется event сервера поддержка большого количества пользователей. То есть в отличие от polling комет сервер может вполне обслуживать 100, 200, 300 тысяч пользователей одновременно. и относительная простота реализации. То есть мы видим что схема конечно получается сложнее чем спойлинг сервером но тем не менее есть уже готовые решения например мод пуш и реализация относительно простая то есть это вменяемая реализация. Какие есть недостатки у кометы? Основной недостаток это все таки избыточные HTTP то есть раз в минуту раз в две минуты каждый пользователь все-таки делает один HTTP запрос. HTTP запрос конечно легко и просто но когда пользователей очень много эти запросы создают нагрузку нагрузку на комет сервер чтобы распарсить HTTP нагрузку на сеть передачи данных то есть HTTP запрос он все-таки относительно большой может быть там может быть много разных кук в общем чувствуется некоторая избыточность механизма и кроме того технология полудуплексная то есть с помощью кометы можно только получать сообщения а иногда требуется еще и отправлять у нас для отправки используется обычная як запроса вот что касается технологии комет подчеркну что на сегодняшний день это одна из основных технологий для реал-тайм сообщений в вебе следующая технология которую мы рассмотрим ее мы рассмотрим довольно коротко это технология сервер пуш коротко мы ее рассмотрим потому что принципиально эта технология не сильно отличается от комет а во вторых она мало распространена все-таки давайте посмотрим в чем проблема с комет как мы сказали происходит избыточные http запросы хотелось бы чтобы сервер просто в нужный момент отправлял клиенту данные но в html и в javascript такого механизма как бы не предусмотрен изначально предусмотрен механизм для як запрос сервер пуш использует одну интересную особенность браузеров возможность бесконечно загружать специальные теги так называемые эфреймы давайте посмотрим что происходит на схеме клиент загружает основную страничку и внутри этой странички загружается дополнительный фрейм то есть страница в странице этот фрейм осуществляет get запрос причем надо сказать что это не аяк запрос это обычный get запрос на загрузку страница html вот этот запрос запрос осуществляется не к обычному серверу а к пуш серверу ну пуш сервер это аналогично там скажем комете специальный сервер для поддержки вот большого количества соединений пуш сервер никогда на этот запрос не ответит до конца то есть веб сервер в принципе он может отправить заголовки запроса а тело запроса отдавать по частям сколь угодно долго протокол http этого не запрещает есть даже специальный механизм для отправки тела по частям тела ответа поэтому пуш сервер отвечает заголовками и после чего оставляет соединение открытым в тот момент когда происходит сообщение то есть когда на сервере появляется сообщение для данного пользователя пуш сервер отдает какой-то кусочек данных соединение остается открытым приходит еще одно сообщение отдает еще один кусочек данных то есть казалось бы ситуация на самом деле идеальная по мере появления данных сервер просто будет их передавать клиенту ну давайте посмотрим как это устроено на самом деле на клиенте на клиенте устроено следующим образом у нас есть некоторая страничка на этой страничке объявлена функция handle это функция которая будет обрабатывать сообщение и на этой странице есть и фрейм который как раз таки обращается URL по которому этот фрейм загружается он соответствует нашему push серверу то есть это URL который никогда до конца не загрузится что происходит когда браузер пытается загрузить этот фрейм он делает запрос и ждет ответ сервера сервер отвечает вот такого рода строчками то есть сервер поскольку он возвращает содержимое фрейм он должен вернуть HTML страницу но HTML страница она состоит вся из вызовов из тегов script тег script заключается в том что делается такой вызов parent.handle parent.handle это вызов как раз таки функции handle в основном окне в родительском по отношению к данному эфрейму ну и собственно говоря в эту в эту функцию parent.handle передаются данные само сообщение то есть вся технология основана на той особенности что браузер пытается разбирать HTML по мере его поступления то есть если HTML страничка грузится медленно по частям браузер будет ее выполнять по мере поступления вот пришел кусочек браузер его выполнил то есть если HTML он его распарсил если CSS он там добавил в таблицу стилей если в HTML какой-то скрипт JavaScript он его выполнит то есть сервер push эксплуатирует вот эту особенность поведения браузеров ну поскольку это не совсем официальная особенность есть и отрицательная сторона не все браузеры таким образом поступают некоторые не умеют у некоторых есть тайм-ауты некоторые пытаются загрузить все данные вместе и только потом распарсить поэтому сервер push и не получил такого широкого распространения но тем не менее идея вполне понятна то есть push-сервер медленно-медленно отдает документ в момент когда у него появляются сообщения он в этот документ дописывает вызов JavaScript функции с передачей ей данных это технология сервер наконец завершение урока мы рассмотрим четвертую технологию это современная технология то есть она появилась в браузерах недавно называется технология WebSocket эта технология она как раз призвана решить проблему с реал-тайм сообщениями на корню то есть она предоставляет в JavaScript API для создания полноценных сетевых соединений это WebSocket соединения по своему функционалу они эквивалентны практически эквивалентны TCP для использования в протоколе WebSocket используется специальный механизм апгрейда соединений что это значит это значит что WebSocket соединения это не отдельный сетевой протокол это расширение протокола HTTP так скажем замена WebSocket соединения начинается как обычное HTTP соединение то есть клиент отправляет на сервер открывает TCP соединение и отправляет HTTP запрос то есть WebSocket сервер он должен работать как HTTP сервер по крайней мере на старте должен разобрать запрос и обновить протокол этот запрос особого вида в нем есть специальные заголовки в том числе заголовок апгрейд заголовок апгрейд указывает что нужно сменить протокол по которому передаются данные в данном сетевом соединении в этот момент веб-сервер может принять решение хочет он общаться с клиентом по протоколу WebSocket либо не хочет например проверить авторизацию если все ок он отдает специальный код ответа 101 мы говорили что с единицы начинаются информационные коды в том числе 101 свитчинг протокол это означает что сервер согласен сменить протокол и отдаются набор заголовков в том числе апгрейд веб-сокет вот эта фаза называется рукопожатие Handshake рукопожатие рукопожатие по сути делает HTTP запрос и HTTP ответ то есть мы можем сказать что Handshake работает вполне себе по протоколу HTTP однако после того как Handshake завершен следующие данные передаются уже по протоколу WebSocket WebSocket это бинарный протокол он позволяет передавать данные в виде так называемых фреймов то есть фрагментов заранее указанной длины в нем то есть он не человекочитаемый протокол бинарный у каждого фрейма есть заголовок и есть собственно говоря передаваемые данные поэтому мы говорим что после того как произошел Handshake у нас происходит смена протокола так называемый апгрейд давайте подробнее посмотрим как выглядит Handshake в протоколе WebSocket на данном сниппете показан пример запроса и ответа так строка запроса в данном случае URL у нас слэш чат хост это стандартный для HTTP заголовок остальные заголовки специфичные для Handshake заголовок апгрейд заголовок апгрейд говорит о том что соединение нужно обновить а значение заголовка апгрейд говорит на какой протокол мы меняем то есть вместо HTTP будет использоваться другой протокол например вот WebSocket заметим что этот заголовок есть и в ответе и в запросе и в ответе то есть и клиенты сервер они должны договориться до того на какой протокол они меняют HTTP то есть до какого протокола они обновляются если они не договорились соединение просто будет закрыто заголовок connection апгрейд по поводу заголовка connection часто люди неправильно представляют в чем его смысл заголовок connection говорит какие заголовки нужно убрать при проксировании запроса дело в том что заголовок апгрейда так называемый peer-to-peer заголовок смотрите допустим у нас есть какой-то клиент клиент есть какой-то сервер есть какой-то прокси сервер то есть промежуточный сервер прокси сервер может быть вне зависимости от желания разработчика и самого клиента например провайдер его установил http запрос проходит через него и проксируется в результате у нас есть два TCP соединения от клиента до прокси соединения 1 и от прокси до нашего сервера когда сервер возвращает клиенту какие-то заголовки запроса либо клиент передает серверу заголовки делятся на два вида заголовки end-to-end то есть end-to-end то есть заголовки которые будут передаваться насквозь через все прокси сервера ну например content type content type документа он не зависит совершенно не от каких прокси серверов а есть заголовки peer-to-peer например заголовок connection peer-to-peer заголовки специфичны для конкретного TCP соединения например вот соединение от клиента до прокси может быть по протоколу HTTP 1.1 идти а от прокси до сервера по протоколу 1.0 это вполне нормальная ситуация вот это первое соединение может быть персистентным а второе может быть не персистентным соответственно заголовок connection указывает какие заголовки нужно убрать в данном случае при проксировании будет убран заголовок upgrade теория красивая но для протокола WebSocket это означает фактически поломку то есть невозможно преобразовать протокол WebSocket так чтобы вот здесь был WebSocket а здесь было что-то другое так работать не будет про это мы поговорим еще в конце то есть фактически если у нас на WebSocket соединении появляется какая-то прокси и прокси недостаточно умная чтобы повторить WebSocket соединение к серверу произойдет ошибка но тем не менее заголовок заголовок upgrade он кстати заголовок connection upgrade он убивает заголовок upgrade и предостерегает нас от неправильной передачи данных на самом деле ok дальше мы видим 4 заголовка которые относятся вообще исключительно к протоколу WebSocket заголовок WebSocket origin это аналог заголовка обычного заголовка origin про который мы говорили на прошлом уроке он позволяет серверу делать ну разрешать кросс доменные WebSocket запросы то есть показывая серверу с какой страницы к нему пришел WebSocket запрос на соединение WebSocket protocol смотрите WebSocket предоставляет протокол WebSocket это просто передача формат передачи данных в виде некоторых фреймов что именно через него будет передаваться это большой вопрос то есть это зависит уже от разработчика приложения с помощью этого заголовка браузер может передать серверу что именно он ожидает в каком виде он ожидает передачу данных через WebSocket ну на практике просто клиент сайт и сервер сайт они согласованы так чтобы работать по одному протоколу указывается версия версия протокола на данный момент актуально 13 если на сервер приходит какая-то версия меньше 13 он может оказаться работать и наконец специальный ключ WebSocket Key клиент здесь передает случайно сгенерированную строчку на что сервер должен ответить специальной строкой которая считается по простым правилам то есть к строке клиента добавляется соль от нее вычисляется хэш сумма и возвращается зачем вот это нужно Key и Accept эти заголовки решают небольшую проблему с кэшированием запросов то есть они гарантируют что никакой прокси сервер не закэширует вот этот Handshake и что Handshake действительно будет от WebSocket сервера получен ну и собственно говоря сервер отвечает протокол что он согласен использовать протокол чат да важный момент код ответа 101 свитчинг протокол таким образом работает вебсокетный Handshake еще раз вкратце что здесь важного важно что есть заголовок upgrade он указывает на новый протокол важно что сервер отвечает upgrade тот же самый заголовок важно что код ответа 101 и важно что передаются специальные заголовки которые должны по протоколу вебсокетом согласоваться например вот ключ должен согласоваться с accept протоколы должны согласоваться между собой после того как произошел обмен соединениями по данному ну после того как произошел обмен запросом ответом по данному типе соединения будут передаваться уже данные в бинарном виде так теперь посмотрим как вебсокет посмотрим как выглядит API вебсокета на стороне клиента на стороне клиента то есть в браузере в джаваскрипте вебсокет создается с помощью нового объекта есть специальный специальный объект типа вебсокет создается он вот так new вебсокет и указывается некоторый урл заметьте что в урле протокол не хттп а vs вебсокет причем начинаться это будет с хттп хендшейка но протокол вебсокетный по умолчанию это также 80 порт помимо вебсокет есть еще вс вебсокет ну то есть вебсокет и поверх хттп 443 порт окей сначала создается объект сокет после чего у сокета задаются специальные коллбеки какие есть коллбеки коллбек он open вот он он open это функция которая будет вызвана в момент когда соединение установлено он message вызывается в момент когда по соединению пришли какие-то данные пришло сообщения и он close вызывается когда соединение закрыто соединение закрыто здесь мы рассматриваем простой пример мы рассматриваем не доставку сообщений а эхо сервер и эхо клиент что делает что делает данный клиент смотрите функции он open мы во-первых пишем влог ну просто отладочную информацию в дебаг в дебаг консоли в браузере по нажатию кнопки F12 вы можете это сообщение увидеть далее мы формируем некоторое некоторое сообщение здесь важно помнить что по протоколу вебсокет передаются просто сырые данные они могут быть текстовыми либо бинарными но это небольшая разница на самом деле разница существенно здесь то что вебсокет не будет серверизовать и десерверизовать данные за вас поэтому вам нужно это сделать руками мы используем специальный метод JSON stringify который переводит структуру то есть объект жаваскриптовый вот в строку содержащую JSON и эту строчку мы отправляем с помощью вызова send все вебсокет сервер нам ответит когда он ответит произойдет вызов коллбека on message в этот коллбек передается специальный объект события у события есть атрибут data атрибут data это собственно те данные которые были переданы вот само сообщение сообщение является строкой содержащей JSON поэтому с помощью метода JSON parse мы его преобразуем в структуру resp это уже объект и мы можем собственно говоря обратиться к свойству message здесь мы получим вот то что отправляли как видите API сделана удобным для программиста то есть позволяет задать функции обработчиков и с помощью простейших функций типа send отправлять данные ничего лишнего в отличие от клиента на стороне сервера все несколько сложнее начнем с того что не существует такого понятия как готовый out of box WebSocket сервер как правило WebSocket это некоторая библиотека для языка программирования то есть для разных языков программирования существуют специальные библиотеки для создания WebSocket серверов в частности здесь приведен простейший пример для языка Python и использован фреймворк Tornado Tornado это фреймворк event фреймворк который позволяет создавать на языке Python простейшие ну не простейшие вообще довольно разнообразные event сервера то есть мы говорили что когда мы обсуждали разные виды HTTP серверов говорили что есть таких зверей как event сервера но написанные на языке высокого уровня вот Tornado это как раз таки хороший пример то есть это event сервер написанный на языке Python он позволяет вам обрабатывать протокол HTTP и кучи других в том числе WebSocket обработчик скелет WebSocket сервера выглядит следующим образом это отдельный класс в котором есть методы ну довольно похоже на JavaScript на самом деле в JavaScript были callback и здесь методы метод open будет вызван когда соединение будет открыто on message метод будет вызван когда придет какое-то сообщение от клиента и с помощью метода write message мы можем отправить ну поскольку это эхо сервер мы можем видеть что он message фактически принимает некоторые сообщения и тут же его отправляет назад так ведет себя эхо сервер отправляет то что получил это пример реализации WebSocket на языке Python если мы хотим решать с помощью технологии WebSocket задачу доставки сообщений нам придется написать довольно большое количество кода самостоятельно в частности нам нужно будет завести какой-то реестр сокетов то есть запоминать какой номер канала соответствует какому сокету нам нужно будет реализовать внутренний HTTP интерфейс и нам нужно будет при добавлении сообщения выбирать правильный сокет и отправлять через него данные то есть задача на самом деле нетривиальна и тем не менее несмотря на все это WebSocket это протокол набирающий популярность я думаю что в будущем будут разработаны удобные библиотеки для работы с ним и все все обходные такие решения как comet и server push они останутся в прошлом какие плюсы и минусы есть у протокола WebSocket плюсы чисто технического характера это минимальный объем трафика поскольку у нас сам протокол WebSocket работает это бинарный протокол то каждому сообщению каждому фрейму добавляется там 8-12 байт заголовка это небольшой HTTP заголовок это 8-12 байт поскольку это бинарный протокол он довольно простой его легко парсить то есть низкая нагрузка на сервер второе преимущество минимальная нагрузка на сервер после того как соединение уже установлено следствие этого поддержка большого числа пользователей ну здесь принципиальных отличий от comet сервера нет то есть при использовании при использовании event framework что необходимо для для таких решений мы сможем поддерживать большое количество пользователей одновременно ну наверное чуть больше чем технология comet просто потому что нагрузка меньше соединение full duplex как мы видели через установленное вебсокет соединение данные можно как принимать так и отправлять это позволяет использовать вебсокет и удобно при программировании разных родов разного рода игр и приложение которым нужно максимально быстрое взаимодействие то есть время доставки будет минимальное за счет того что у нас не используется не приходится там создавать аяк запросы теперь отрицательные стороны поддерживается не всеми браузерами на данный момент ну то есть на данный момент уже всегда не будет поддержки интернет эксплорер меньше десятого опера мини не поддерживает и старая версия андроид браузера но вот эти браузеры они стремительно уходят в прошлое и новые браузеры они уже все идут с поддержкой протокола вебсокет сейчас это где-то процент либо два процента аудитории если говорить там про рунет то есть процент или два процента аудитории у которых не будет работать вебсокет вторая проблема требуется специальный вебсокет сервер да требуется но это невелика проблема если нужно разработать действительно сложную систему то есть эту цену придется заплатить наличие вебсокет сервера оно зато вам позволяет более более точно решать некоторые проблемы то есть вам будет проще решать некоторые возникающие проблемы это более гибкое решение и третья проблема которая есть плохо работает с прокси серверами да прокси сервера которые иногда стоят на пути от клиента к серверу должны уметь проксировать протокол вебсокет на сегодняшний день не все прокси сервера умеют это делать по нашей статистике где-то 5% пользователей обращаются к вебсерверам из из-за всякого рода прокси скорее всего это интернет кафе и подобные заведения и для этого процента протокол вебсокет работать не будет но здесь есть обходной путь ну во-первых со временем это число будет только падать а во-вторых есть протокол вебсокет secure поскольку это шифрованное соединение то если мы используем вебсокет secure то прокси сервер вынужден работать как прокси TCP потока он не имеет возможности проанализировать содержимое поэтому протокол вебсокет secure то есть поверх TLS будет работать для всех пользователей это в принципе вполне решает проблему с учетом того что TLS на сегодняшний день становится де-факто стандартом для веб-приложений то эта проблема она небольшая итак что можно в завершении сказать данного урока для обеспечения реалтайм сообщений нормального качества реалтайм сообщений нам нужен специальный сервер который будет одновременно поддерживать большое количество соединений на сегодняшний день есть две актуальные технологии это комет и вебсокеты в случае с кометом есть готовое решение например Nginx плюс modpush которая выступает в роли комет сервера в случае с вебсокетом необходимо использовать библиотеку на каком-то языке программирования и создать свой вебсокет сервер м у вебсокет вебсокет и вебсокет вебсокет библиотеку Продолжение следует...